Видеокамера Видеокамера Традиционные классические форм-факторы И исполнения Здесь мы вряд ли кого-то удивим Традиционно корпусные Они поставляются без объективов То есть объективы, конечно, делать не умеем Это специализированные решения Серия Z Это уже с установленным объективом Автоматическая фокусировка транспоркатора Позволяет быстро назумиться и откатиться назад Позиционируем, например, наблюдение за кассой Вы смотрели И вернулись в рабочий режим Сейчас появилось у нас два изделия 4К разрешения Пока это боксовая камера Понятно, это самое простое изделие В данном случае Потому что объектив Вы можете выбрать любой из ассортиментов Представлено Но также появилось сейчас изделие В форме цилиндров Здесь мы нашли хороший транспоркатор Почему так долго? И почему нет других форм-факторов? Потому что, как вы понимаете, Видеонаблюдение Самое главное 70% успеха – это оптика правильная Поэтому те, кто рассказывает, что 4 Мп или 5 Мп Или там стоит Глазик за 20 долларов Они лугают То есть, наше тезис таковато То есть, это маркетинговый код скорее И тем более, мы для себя решили, что есть Стандарты HD, Full HD, Ultra HD Что-то промежуточное – это маркетинг Итак, купольные, соответственно Линейка, казалось бы, широкая На самом деле, это практически одни и те же изделия Но в разном исполнении То есть, как подсветка С обогревом, без обогрева и так далее Почему опять же так? Потому что мы считаем, что есть типовые задачи И есть под них типовые решения И без новинок, соответственно У нас есть регистратор с 265-м кодеком У нас есть и камера с 265-м кодеком Пайкирис Стабилизатор изображения и так далее И так далее Цилиндрические камеры у нас представлены в двух сериях Первая бюджетная серия E Такая вот маленькая И более серьезная серия D Это уже такой вот цилиндр Соответственно Моторизированный объектив То есть, надзубились Потом сфокусировались Две разные команды То есть, для оперативного управления объективом Это немножко подходит Просто для того, чтобы С какой-то периодичностью менять угол обзора И отмечу еще такую немаловажную вещь Все камеры оборудованы Проставочками Для изоляции Как вы знаете, что Когда в монтаже С видеокамерами Обычно, если ревешек Потом выпиливают Такие переходнички Чтобы Не касалось Металла камера На все это Подисмотрим И так Дальше Соответственно, появилась Новая камера Серия T 265-го кодека Тоже с пайлирисом С широким динамическим диапазоном И цилиндрическая 4К О чем я уже говорил Вариапокал От 3,6 до 9,8 мм А 4К Как я говорил Передает реалтайм То есть 30 кадров в секунду Скоростные Поворотные У нас есть Как модели просто уличные Таблицного типа В потолок И Забавная Камера Серия R Перед вами Маленькая Триплюснутая А самая бюджетная Она оказалась Самой эффективной Во-первых Ее можно За счет модульной Конструкции Использовать Для такого Применения Как банкомат Там всего лишь Шлейф длинный И Сменяется шлейф И получается решение Такое И Сейчас я Отключусь И покажу Собственно говоря Еще одну фишку Этой камеры У всех камер Одно Основное Достойчиво Очень широкий угол Обзор Достигается За счет того Что У нас Хорошие матрицы Большие И Качественные Сейчас я Подключусь К нам В офис Эта камера Самая бюджетная Как вы видите У нее Угол 110 Я даже вижу Что там За стеночкой И Практически Нет световых зон Появился Такое Изделие Поворотная Камера С ИК-подсветкой Адаптивной Фокусное расстояние А ИК-подсветка До 150 Метров Объектив 30-кратное Отличное увеличение Из Пишек Которым Мы тоже Гордимся У нас Есть Интуитивный Интерфейс Управления Поводок В переводе В английском То есть Чем легче мы Собачку тянем Тем быстрее Она бежит То есть Нет Такого Необходимости по координатам. И вторая фишка, вот такая вот лупа или снайперский прицел, то есть не уходя с плана, мы можем назумиться и потом это перейдет в центральную область экрана. Дальнейшее развитие этого управления будет продолжаться, то есть мы придумываем еще что-то интересное. Дальнейшее развитие видеокамер будет происходить в этом же направлении, то есть на сплат до конца года реализовать всю линейку с поддержкой кодека 265-го. Все они будут с P-IRIS, с расширенным динамическим диапазоном и в принципе мы переходим все на модернизированные объективы. Такое желание у нас будет. В 2017-м, скорее всего, пока это в планах, все-таки появится 5 мегапикселей и 8-12, но уже в 2016-м году. И пока разрабатывается дизайн какой-то маленький в ПТЗ-ке, так скажем, бюджетный вариант. Это план.